И вновь всем доброе утро тем, кто только к нам присоединился и кто был с нами с самого раннего. Час, мы продолжаем наш эфир, но сейчас мы уже в студии не одни, у нас есть гости. И сегодня у нас в гостях Юрий Лаптев, директор Крымского этнографического музея. Здравствуйте. Доброе утро. Юрий Николаевич. Официально, да? Официально, да. Мы сегодня собрались здесь не просто так, а по поводу. По поводу выставки, которая открывается в ближайшее время. Да, у нас 31 марта открывается выставка довольно-таки интересная. Выставка дальняя, выставка из Ханта-Мансийска. В музее природы и человека наши коллеги и этнографы представили выставку «Мы священные собаки». То есть это итоги экспедиции их к Хантам в 2013 году, где собраны вещи, как бы готовавшие в семье. И современные, и вещи, которые хранятся в фондах музея природы и человека. Ну, по-своему, выставка интересная. Она, во-первых, дальняя. Это народы севера, которые в Крым не так часто к нам, ну, наверное, скажем так, довольно-таки редко приезжают. Редко, да. И у крымчан, как говорится, уникальная возможность. У детей, в первую очередь, у родителей, может познакомиться с легендами севера, да, потому что, тем более, одно из направлений выставки, это представляется творчество Романа Ругина, хантыского писателя, которому в 2013 году исполнилось 75 лет. Он также, как бы, в своем творчестве использует эти традиционные народные легенды. И вот это все можно увидеть на выставке, посмотреть, прикоснуться к культуре, скажем так, народов коренных, народов севера, коренных народов Российской Федерации. А сколько продлится эта выставка? Выставка у нас будет два месяца по 31 мая, потому что мы постарались сделать, чтобы она была несколько месяцев, скажем так, и постарались сделать, чтобы она была именно в такой, ну, скажем так, пиковый сезон для школьников. Потому что, как правило, конец мая, 20 числа, это традиционное посещение музеев Крыма, северопольских музеев, да, экскурсии, чтобы дети прикоснулись и расширили свой кругозор. Потому что, ну, давайте скажем честно, не каждому удастся, может быть, в своей жизни поехать на север Российской Федерации и посмотреть культуру этого региона. Вот сейчас у нас есть уникальная возможность. Кроме этого, скажем так, в самое ближайшее время у нас на базе нашего музея, это уже в конце апреля, откроется, скажем так, или восстановится более точно наша экспозиция «Музей русского самовара традиции чаепития». То есть, в свое время мы ее сделали в 2000... У вас долгое время эта выставка была? Да, она у нас была несколько лет, потом мы ее решили провести по Крыму. Это как раз совпало с 2014 годом, она у нас экспонировалась в Ивпаторию. Вот прошло несколько лет, тем более площадка этого музея, скажем так, территория, она была востребована, там наши коллеги выставлялись. И Азиатская Россия, и Российский этноографический музей, и Гимн России, это вот те выставки, которые были в самое ближайшее время у нас на базе. И вот мы ее решили восстановить, и я надеюсь, мы ее восстановим уже стационарно, и она у нас никуда не будет убираться. Это будет часть нашей экспозиции, потому что наша экспозиция, это вот мозаика культур Крыма, это музей украинской вышивки имени Веры Роек, это музей русского самовара, и наш крымский лорез, такой спецхрам, где показывается, скажем так, декоративно-прикладное искусство Крыма 19-20 века. И вот я вспомнил здесь о Вере Сергеевне Роеке, в середине апреля уже наш музей вывозит коллекцию вышивки в город Невиномыск, историко-кровейческий музей, это Старопольский край. У кого-то, ну, кто-то может задаться вопросом, почему именно Виномыск, да. Потому что жизнь этого человека, нашей крымчанки, она была довольно-таки длительное время, с 1944 по 1952 год, связана с этим городом. Она начинала свою там педагогическую деятельность, преподавала рукоделие еще в женской школе средней, тогда было отделение на... А где мужские и женские, гимназии, да, школы? Да, гимназии, да. Вот она там преподавала, и как бы-то наше такое творчество... В прошлом году наши коллеги из Старопольского края приезжали в Крым как бы на стажировку, мы с ними познакомились, довольно-таки быстро наш общий язык, и эту идею дал сын Веры Сергеевны, Вадим Михайлович Ройки, и вот решили, скажем так, эту выставку повести при поддержке Министерства культуры, это все республиканские программы по сохранению культуры, повести в город Невиномыск. И, скажем так, наша выставка, Джейнс, на этом не заканчивается, это только у нас первые полгода. Ну, все крымчане, наверное, знают наш фестиваль, один из главных фестивалей, наверное, это великорусское слово, да? Да, конечно. Он юбилейный, он традиционный, он проходил в разные времена, и нелегкие времена, но всегда, скажем так, Крым русскую культуру пропагандировал. И, с одной стороны, это такая площадка своеобразная и фольклористов, и политиков, там все находили люди общий язык, которые, скажем так, русская культура была, она не безразлична. И вот как в этом году мы пригласили, на нас вышел коллекционер русского костюма Сергей Глебушкин из Москвы, у него, наверное, одна из крупнейших коллекций русского костюма Российской Федерации. Это частная коллекция, да, которую он решил предоставить вам? Да, это частная коллекция, конечно, да. У него в коллекции около 300 костюмов различных регионов, различных сословий, русских костюмов, да. А костюм действительно, ну, это, как его называют, такой своеобразный этнический паспорт народа каждого, да, многие вещи не сохранились. К сожалению, многие вещи мужские не сохранились, то женские вещи, они сохраняются лучше, а мужские вещи в львове коллекции, это действительно вещи, вещи раритетные. И вот он привозит нам коллекцию около 30 костюмов, и в рамках открытия фестиваля эта выставка будет работать у нас все лето, скажем так, июня. То есть планируется вот открытие к началу, да, июня? Да, оно не планируется, но уже есть в планах, есть в планах финансирования, то есть эта выставка, естественно, будет, да. И я думаю, что, кроме этого, в прошлом году мы начали такой, скажем так, проект с городом Омском, нашими коллегами из Историко-Кровеческого музея Омского. Мы в июне месяце планируем отвезти туда выставку «Народы Крыма». В прошлом году у нас была Азиатская Россия, это у нас ответный визит народа Крыма. И я думаю, что в мае месяце Омский музей нам привезет такую небольшую выставку миниатюры, военной миниатюры, и миниатюры, посвященные городу Омску. Тем более в этом году Омск отмечает свое 300-летие основания, то есть такой Петровский город, Петровский град, так его называют, большой современный российский город, город-миллионник. И вот наше сотрудничество в таком направлении продолжается. Это только выставки, скажем так, на ближайший календарный квартал, календарные полугодия, а, думаю, осень будет, когда август месяц. Могу сказать одно, что в августе у нас будет выставка из Федерального музея Шолохова. То есть тоже интересная выставка по творчеству Михаила Шолохова, лауреату Нобелевской премии, да, и, скажем так, как говорят, у каждого поколения должен быть свой тихидон. Вот как раз-таки это одно из направлений. Год российского кино, я думаю, будет посвящен и этой тематике. Так что вот я говорю. Поразительно, столько планов. Какая бурная, насыщенная жизнь. Я думаю, просто у людей неправильные ассоциации с музеями бывают, да, такие, что это скучно, что это неинтересно, а на самом-то деле это все бурлит. Вы знаете, рекламой музеем надо заниматься, но мое твердое убеждение, человека не надо убеждать ходить в библиотеки, в театр музея. То есть человек, ну, как бы он себя считает нормальным человеком членом общества, он должен ходить в это учреждение и развивать свой кругозор. Вот как бы пример нашего музея, это не только пример нашего музея, наши коллеги и Симферопольские художественные, и Керчьи, заповедники, все проводят эту работу именно между музеем и обмен. Тем более, надо сказать откровенно, скажем так, 3-4 года назад мы об этом и не мечтали. Да, у нас были там идеи, планы, мы с коллегами с Украины, с российскими коллегами, к сожалению, мы не могли так общаться. А при поддержке государственного финансирования сейчас действительно наша республиканская программа, эти выставки, они проходят. Скажите, а вот кто чаще посещает? Ну, я так понял, что ориентировка идет на молодое поколение Крыма, на школьников, взрослые также обильно посещают музеи. Вы знаете, вот прошлый год, если мы возьмем статистику, да, у нас традиционно в Симферополе, это, конечно же, средняя школа, высшая школа, что школьники, студенты, это наш центр, да, столица Крыма, естественно, и прибавилось количество людей, которые туристы, то есть все равно люди в Симферополь стараются приезжать и, естественно, посещают музеи. Я думаю, что Юрий Николаевич заразил сейчас оптимизмом многих крымчан. Многих. Если кто забыл, что есть такое заведение, как музей, друзья, я думаю, что это Крымский этнографический музей. И вообще, в принципе, что музей это хорошо, музей это познавательно, друзья, не забывайте об этом, не только школьники, но и взрослые тоже.